Ну и хочется сказать, что вчера буквально еще в Крыму проходили мероприятия, посвященные одному из главных исламских праздников, это Курбан-Байраму, и вчера в парке Тринёва, в сквере имени Тринёва, как раз таки проходили масштабные такие обширные гуляния, там угощали, во-первых, вкусностями всякими, пловом и другими изысканными блюдами, и более того, все, конечно, традиционно могли наблюдать за куреш, борьба, так называется, вот как раз таки ребята боролись, в принципе, там и старый, и младый, все именно вот так вот в дружной такой вот обстановке происходило. Боролись они по очереди, а не старый, младший. Да, там нужно показать какие-то навыки боевые, и все это, при том, что очень, не скажу, что какие-то нужно агрессивные повадки какие-то проявить, просто оно как бы культурное развлечение. Да, и насколько я знаю, что Муфтий еще провел обряд в Доме культуры в центре Симферополя, да? То есть, в принципе, празднество было масштабным, произошло много чего, и вот всего мы так не расскажем. Ну, а кто расскажет, так это серия Обляева, она вчера побыла на празднике и сама много чего видела. Ярмарки, выставки, спортивные соревнования, развлечения для детей и, конечно же, торжественный концерт. Вот уже пятый год в крымской столице проводится празднование Курбан-Байрам. Этот день объявлен выходным по всей республике. Сюда съезжаются гости со всего Крыма. Ни один крымско-татарский праздник не обходится без хуреша борьбы на поясах. В турнире может принять участие каждый. Здесь главное правило уважить соперника на лопатки. Традиционно главный приз – живой баран. Это наша культура крымских татар, поэтому мы ее развиваем успешно. Участников 130 человек с разных регионов Крыма. Важным элементом крымско-татарского праздника является приготовление национальных блюд. Отведать фирменный плов может каждый желающий. Поделитесь, пожалуйста, секретом приготовления своего фирменного плова. Есть ли такой секрет? Секрета в принципе нету, просто его каждый готовит по-разному. Я, допустим, готовил, я наколол масло, обжарил лук до золотистой корочки. Если я его сделаю, обжарю сильнее лук, плов получится темным. А я делаю светлым. Обжарил лук, потом обжариваю мясо, и потом тщательно промыть рис, закладываешь рис. И уже там смотришь рис по готовности уже. А в это время на сцене талантливые творческие коллективы знакомят гостей праздника с культурой крымско-татарского народа. На празднике можно увидеть работы мастеров декоративно-прикладного искусства, а именно керамику, вышивку, национальные куклы. Здесь же на месте проводятся мастер-классы. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, над каким изделием вы сейчас работаете и в какой технике? Это станок ткацкий. На данный момент мы не ткем полотно, у нас не стоит цель именно соткать цельное полотно, а у нас цель познакомить людей, как это раньше бабушки ткали зимними вечерами. Мы проводим по горизонтали нитку, опускаем бердо, меняем направление нитей и подбиваем ниточку. И так каждый ряд. Если хочется нам что-то цветное, значит мы меняем нитку. Согласно традициям, Хурбан-Байрам празднуется три дня. Мусульмане посещают могилы, где совершают дуа, молитву. Обязательным является посещение пожилых людей. В моей семье каждое утро мы едем в наши биташки. В знак уважения мы целуем руки, а они нам дают за это подарки. Только в центре крымской столицы на праздники собралось свыше пяти тысяч человек. Сеария Бляева, Олимпелеев. Утро нового дня.